Итак, ребята, всех приветствую. Продолжаем наше прохождение. Так, что у нас тут? Давайте всяких скелетиков посмотрим, которые тут лежат. Туда мы пока заходить, я думаю, не будем. Эти знаки. Ими пытались ослабить защиту владельцы Шар, наверное, но всё зря. Да, туда мы пока не пойдём в эту усыпальницу. У нас ещё есть чем-нибудь заняться. Цена гордости. О, да ладно, впервые мы обшумнали скелета и нашли что-то полезное. Запись речи Катрикаторма, с которой он обратился к войскам перед победой над друидами и орфистами. Берите, вот, берите, я отдаю его вам. Это золото, друзья, те из вас, кто жаден и труслив, забирайте моё золото и ступайте прочь. Этого хватит, чтобы согреться зимой. Но холодными и одинокими зимами, когда вы будете смотреть на купленное пламя в купленном очаге и видеть выторгованный покой, вы поймёте, что ценой за этот покой стала ваша гордость. Подходите же, берите, набивайте карманы и уходите. Мы, те, кто не боится, не станем вас останавливать. Но мы не узнаем зимы, когда в пустую тратятся монеты сожаления. Мы знаем кровь и ярость. И я клянусь, мы узнаем триумф, достойный пламени небес. Против нас выступает сборище глупцов. Так пусть они будут нашей казной. Давайте разграбим их, друзья. Давайте разбогатеем под их крики. Тёмные ястицары, павшие давным-давно. Они служили шар и катерику Торма. Кстати, ещё где-то скелет был, которого можно было следовать. Во, да. Ну, нельзя с ним взаимодействовать, ясно. Бочка с рыбой. Ещё серьга у нас есть такая. Сегодняцкое деяние. Ну, всё ржавое, понятное дело. Ну-ка, что написано? Наскоро вырытые могилы селунитов. Должно быть, они пали в давней битве против шаритов. Ну, он про всё одно и то же говорит, ясно. Что у нас тут? Рыба, 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 рыба. Ух ты. Ух ты. Зловищая расщелина. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй, как интересно-то выглядит, это место. Как будто бы... Выглядит так, то, чем я хочу сейчас в этой серии заняться. Так, ага. Телепорт у нас теперь есть. Давайте всё-таки спускаться туда. Выглядит многообещающе. Ну, надеюсь, она не ведёт в ту пещеру, где этот чел сидит, которого завалить надо. Проклятый Куа-Туа. Типа проверка на... Внимательность это... Мы пытались их увидеть. Тридцать. Ну, да-да-да, скорее всего, именно она. Нет, у меня нет пакета. Я на рыбалке. Потом тебя поймаю. Элис. Хм, Элис. И чё, если я близко подойду, он меня атакует? А так ты их бог, вообще-то. Хера вас тут. Хера вас тут. Ну, ладно, давайте что-то сделаем с этим. Ой, ну, чё-то наверху там делаешь. Ну, ладно, не буду тратить пока. Ну, вроде как, больше ничего интересного. О, вытолкнуть его можно. Ясно. Эх, чуть-чуть не хватило. Ну, чё, он ходит, что ли? Нет. Ой. Ну, туда огненный шар полетит, а прям однозначно. Тут как бы другого не дано. Ладно, потом это раздадим, всё. О, этого плаща-то какой-то есть. Чё себе. Чё у них там сундук? Интересненько. Интересненько. О, да. Сундук жив, это хорошо. О, мы всё-таки кого-то сзади. Мы троих задели, ничего себе. Какие-то странные вещи делают, я понять не могу теперь. Чё за фиг. Чуваки, в вас так же полетит огненный шар. Я вообще не думаю, на чё вы надеетесь. Нахуй они дом ломают. Ничего себе, корзина дела делает. Сейчас. Да ладно. Вы меня вообще атаковать собираетесь или нет? Мне так, честно, секундочку, интересно. Жаль. О. А, это вождь, поэтому он в плаще. Вот. В чём суть-то, оказывается. Цель не должна быть нежитью. Ага. Ага. Готовы. 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 Давайте, давайте, залазьте сюда. О, первая их атака. Ничего себе. О, добивай. Охренеть, вот эти криты пошли. Сумасшедшие какие-то. Посмотри на Куэн-6. Что я должен сделать? Попробуй. Сумасшедший. Аккуратно! Простив. Простив. Да, я тебе не знаю. Чудовься. Аккуратно! Ой, надо было Лучше из первой ячейки брать Ну ладно, я что-то поторопился Готов? Добивай Неплохо мы их тут прокоптили, конечно Ой Думаешь, дьявол сдержит слово, если мы убьем Артона? Я считаю, дьяволы куда надежнее вампиров, поэтому дьяволу мы очень-то особенно приглянулись И дьяволы получают все, что хотят, и много чего в придачу Не бойся, моя душа в безопасности Я не ищу себе нового хозяина взамен прежнего Он меня использует, конечно, но и я тоже использую его И какое мне дело до жизни Артона? Понятно Не верится, что ты столько времени прятал от меня свои шрамы А ты никогда не просил меня снять рубашку? Раньше я считал шрамы просто знаком моего унижения Не подумать не мог, что в них есть другой смысл Но Рафаэл сказал мне, что может совершить невозможное Я должен попытать счастье Я должен попытаться счастье Кассадор отвратительно поступил с тобой Раньше я просто с отвращением Думал, что он делал это из чистой любви к садизму Но все не так просто У него была иная цель Гнусность его действия была только отвлекающим маневром И я должен выяснить его истинное намерение Да, понятно Извини за вопрос Это единственное отродье Кассадоро или есть и другие? Кассадоро 7 отродье Так что у меня есть еще 6 братьев и сестер Он вечно повторял, что мы одна семья И даже когда вырезал знаки у нас на коже Я был одним из первых Потом добавились остальные Он был чудовищем Со всеми нами Но особенно любил причинять боль мне Говорил мои крики самые сладкие А теперь, когда я сбежал Не знаю, мне жаль остальных шестерых Понятно Клетка для маров мне, наверное, все-таки не нужна Я ее брать не буду Что туда сейчас сходим Посмотрим, что там Что там Офигеть, у них тут даже балетов этих. Молниеносный таратор. Шоковый укус. Если ваш удар попал в цель, вы можете вернуть цель в шок. А, ничего себе, мне оно пока не надо. Шарик правильной формы с розоватым оттенком. Отлично. Ну, вроде бы... Все. Набрал... Кучу мусора. Давайте сюда спустимся. Зловещая расщелина. Ты только погляди вокруг. Этот кошмар не поддается описанию. Тишина провыручает. Попробуй как-нибудь. Чего у нас здесь? Какой кошмар идет речь. Чего-то такого случилось здесь. Ну да, выглядит, мягко говоря, так себе. Угу. Угу. Где у меня там зелья полета? А, нет, зелья выдающихся прыжков, наверное, мне поможет. Хотя точно не мне надо было его пить, но ладно. О, оно на всех расшарилось. Давайте за Астариона сюда прыгнем. На Астариону, оказывается, силы при этом не хватает туда допрыгнуть. Ну ладно, пока оставим этот сундук позади, посмотрим, что у нас тут. Ой. Пустой доспех, ничего себе. Такого противника мы еще не встречали. Так, нам тут разбафаться надо. Не понял, почему не работает. Да почему вне зоны видимости-то? Ладно. Пойдем за голову. Время двигаться. Давай доспех показывай, что можешь. Нитягивание силы, может. Нитягивание силы, может. Пойдем. Да, ух ты, ё-моё. 55, 35, ну, давайте как-то так. Неплохо. При этом он следующий ходит, так что, да, нам лучше от него, наверное, избавиться. О, тень из него выпала. Прикольно. Ой, у корзина один хел остался. Моя вера будет защитить меня. Встреча! Эти вещи остались интересными. Да, такая приятненькая серия на зарубы. Пустой доспех. Дает устойчивость к некротическому урону. Ммм, ну, такое очень камень. Очень хорошо. Ну, то есть мы ради боя сюда спускались. Ну, понятно. Ммм. Ммм. И так, значит, туда мы снизу забраться не можем. То есть нам только вот так запрыгивать сюда. И все-таки кажется, что это вход из того места, где этот челик сидит, который нам замочить надо. Ммм. Ну, давайте чисто эксперимента ради туда попытаемся сходить. Ммм, так. Так. Ой, я че не то выпил. А, я зелье скорости выпил, бля. Жалко ее утратить. Так, я все-таки сюда допрыгнул за остарионы. Я, оказывается, тогда просто зелье перепутал. Так. Плащ растворителя плоти. Всякий раз, когда существо наносит владельцу урон в ближнем бою, существо получает урон. Ууу. Это да. На моем пути. Плащ хороший, конечно, ничто не скажешь. Даже проверку никакую на внимание не надо проходить. Сразу эту кнопку видно. Ага, но дверь при этом закрыта. Ну ладно. Попробуем. А, дом исцеления. Это все-таки. Понятно, ясно. Здесь они вот, видимо, трупешники выкидывают. Ну, тогда я предлагаю отсюда телепортироваться. Вот сюда. Всех же телепортнется здесь. Да, всех телепортнуло. Да, блядь. Во. Во. Немножко, получается, вперед залезли. Так, почему у меня с карты маркер с этим местом пропал? Вот, все, вход в мавзолей. На карте есть теперь. А, ну, он, видимо, отображается, когда я рядом. Да, все, оно сейчас понятно, как это работает. Так, у меня ключа нет, случайно нет. Ну, вот. М-м-м. вот сюда все кажется таким маленьким до всякий раз когда вы наносите урон ядом цель должна войти испытание выносливость иначе она станет отравлено да ладно кувшин с водой алкашка на страницах этой безупречно сохранившейся книги по медицине нет ни единого пятна текст написан четко и ровно наглядные рисунки и пояснения для хирургов перемежаются шарицкими максимами и философскими рассуждениями что такое за шарицкий максим и мастерством но читатель мой недостижимо без жертв так нас учат госпожа и так говорю тебе я тьма безгранична мудрость мастера нет посему когда учителю больше нечему научить своих учеников ему надлежит преподавать преподать последний урок самому стать для них предметом рассмотрения и изучения и анатомирования придет день и сестры познают меня сначала целиком а в конце по частям только так станут они мастерами понятно неплохо так Здесь лежит Петер Вриз, скученый и отшельник. Здесь покоится Петрик Фаунди, знаменитый портной и трезвенник. Похоже, многих мужей облачил он в одежду. Петрик Фаунди, знаменитый портной и трезвенник. Петрик Фаунди, знаменитый портной и трезвенник. Записка разведчика. Джеральд, мне нужно, чтобы ты проник на заставу со стороны хребта. Уверен, твой меч поможет тебе справиться с любыми проблемами. Что может возникнуть на пути? В этом сражении мы обязаны перехватить инициативу. Клады, клады, клады. Клады мы любим. Каждую серию мы находим клады. Нет, прям хороший. Опа. Полуорк, дварф. Так, если я слишком близко подойду, я боюсь, они мне бойно вяжут. Да, быть такого не может. Просто через каждый шаг. Костры, палатки. Здесь расположилось лагерем армии Абсолют. Лучше не испытывать судьбу. Ого. Ничего себе. Это круто. Молодцы, что сделали. Прям шикарно. Очень нравится. Вход в морг охраняют. Ну да, тут можно прямо к ним на бой спуститься. Но я так делать не буду. Я тут еще по кладбищу поброжу пока. Еще есть чем тут заняться. Посвящается Рондолу Пику, каменщику. Он не пропустил ни дня работы по болезни, за исключением последнего. Ооо. Здесь лежит Беклан Айронол. Да представит его к награде боги. В памяти о фринце Локли, пекаре. Никто не умел творить такие чудеса с дрожжами. Здесь похоронили Улдан Квикса. Торговец рыбоево пережил... Пережили его девять кошек. Здесь лежит Сиона Гринплоак. Она любила лес, так пусть обретет его снова. Здесь покоится Занда Пэллоус, которая кашляла 18 лет. В память об Эгоре Чопси, мастере по игрушкам и покровителе озорных детей во всем мире. Пяточный человек, судя по всему. Так, а еще я бы подлечился все-таки. Исклянка бы метнул в этого пиздюка. Так, и что произошло? А, ну похилило его, да, все, вижу. Просто что-то фриз какой-то был. Не понял, что там происходит вообще. Угу, почти к дому исцеления добрались. С обратной его стороны. Да, блядь. Хера вас тут, конечно. Конечно. Продолжение следует... 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 Ммм... Недостаточно места... Нееет... Ладно. Оооо... Какая на тебе чел. Ну? Ну, здесь победа, последний удар. Ну? 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 Нет. Да даже лежачего пнуть нормально не можешь, блин, а? А, за счет последнего круга раскостоваться мы даже не знаем. Сип-то у меня есть ещё. О, какой-то тёмный мастиф у нас тут ещё вылез. Лох! Ну, я не вижу тут никого. То есть все никуда-то посъёбывались. Скотина, а? И свалил. Иклис! У меня нужно идти. Иклис! Какой путь лежит перед мне? Иклис! Попался. Иклис! Добивай. Нееет. Ну, ты добивай тогда. Иклис! Добивай. Иклис! понятно вы то есть так мне бы свет вернуть еще один клад сколько вообще можно т. согласно письму высылаю требуемые ингредиенты включая железы пурпурных червей с нетерпением буду ждать результатов экспериментов пожалуйста пришлите мне образцы когда все будет готово у меня есть клиенты которых очень заинтересовали бы ядовитые плоды ваших трудов так смысле туда не попасть а ну что меня эти прижали слышишь это псианический детектор где-то поблизости шатаются гетьянки я вообще забыл про этот детектор ну-ка рейтрийский дом исцеления страшных и рук малус торм наилос том ну поздравляем и по кругу его обошли и наверное как будто бы в него входить уже можно так я для начала сохранюсь маленький перерывчик возьму и продолжим погнали нам нужен доктор нам очень плохо мы безнадежно больны не хорошо но подождать может встаньте очередь воспримут и вы увидите хорошо я встану в очередь спокойствие только спокойствие давайте посмотрим исчерпывающий список всех кто когда либо обращался за услугами к рейтвинским целителям с перечислением недугов бытовые травмы и повседневные болезни внезапно сменяются отрубленными конечностями и смертельно опасными ранами последствиями битвы между последними страницами вложено несколько разрозненных свитков с приказаниями отказаться отказывать в помощи раненым орфистам и силунитам а все лекарства беречье для темных юстициаров по личному распоряжению генерала катарикоторна ну да вон тут все их доспехи валяются вы не больны вовсе не больны ждите в очереди нехорошо но подождать может встаньте в очередь вас примут ага понятно у меня нет времени ждать мне нужно к доктору вот прямо сию секунду да да но придется подождать доктор перегружен встаньте в очередь вас примут предварительно что тебе не здоровится фалар а лува это что такое от чего у меня там будет фалар а лува плюс один а нет не пациентка новой систем доктора а это от меча чуть себя ну ладно я еще раз попробуем чуть не с десятки вообще капец бедное создание такая печаль такая боль доктор готов принять вас доктор вас успокоит вперед до амфитеатра торопитесь спасение близко господи на вещи так не убедительно сыграл о объятия любимые это второе кольцо первое то мы уже находили одно из магических парных колец который позволяет владельцу один раз до долгого отдыха наложить защитные вузы да так связаны любовью дневник мужа давайте посмотрим на нас напали моя прекрасная отважная миранда вызвалась добровольцем сказал что это ее долг как жрица шар и не могу вынести мысли о том что с ней что-нибудь случится но знаю что она придет в ярость если я сейчас что-то скажу молюсь наши госпожи дабы та защитила миранду запись 48 миранда разбудила меня облаченная в полный доспех и с улыбкой на лице она преклонила колен и сделала мне предложение преподнося чудесной красоты обсидиановое кольцо конечно же сказал да будучи жрицей она могла заключить наш брак там же и тогда же но что она и сделала благословив кольца и надев их нам на пальцы я боюсь за нее но при этом счастлив я знал что она она меня любит я знал так миранда выстояла против целого отряда арфистов и убила их всех до последнего а на ней даже царапины не было славься госпожа утрат я хотел было приготовить для нее праздничный ужин но словил головокружение у меня пошла носом кровь миранда нашла меня на полу без сознания сказала чтобы я отдохнула авто а в дом исцеления можно и не ходить наверняка это просто от переутомления она права но мне все еще страшно знаю что миранда сказала мне не ходить но я все же отправился в дом исцеления у меня идет кровь из ушей носа и все и по всему телу появились стран страшные раны странные раны медсестра долго расспрашивала о моем кольце а когда я сказал что мы с миранда только что поженились то как-то странно на меня посмотрела когда я спросил что не так она отправила меня домой и велела не возвращаться зрением мое застилают темные пятна и я не чувствую ног что что со мной не так что происходит офигеть вот это его конечно вскрыло но зельях эликсирах ну-ка чё там сегодня я сегодня я сегодня я сорвались на своего доброго друга в эльфийской песни сейчас мне за это стыдно а тогда не было на меня тогда нахлынула тоска потому что впервые за много лет я крепко задумался о своем состоянии мне пришла в голову идея для эликсира это должен был быть очень сильный эликсир ведь обычно они действуют только до тех пор пока выпивший не заснет до долгого отдыха применение зелий гораздо более ограничено и действие у них длится не так долго зато их можно комбинировать и сочетать эффекты больше одного эликсира за раз пищеварительная система не выдержит запомни а если там найдет туда-сюда отсутствие чешуи мне доставляет неудобства ну еще бы иногда я встаю с кровати а на белых простанях остается влажный розовый отпечаток моего тела как на месте преступления полях кто-то сделал примечание эликсиры только по одному за раз действуют до первого долгого отдыха зелья можно использовать по несколько зелий за раз но действует они не так долго как эликсиры но ну мы это и так знали так я снова мать его перегружен уже сколько можно тухлые яйца у меня с собой взялись давайте вот это все отправим в общем концепция моего соберли моей любви к собиранию книжек начинает уже не вмещаться в адвентарь к сожалению что еще тут можно сделать все колосса всякие там на устойчивость составы для орудия масло порчи мы вроде умеем его делать примесленник особое холодное пиво ничего в рандомном порядке что ли сохраняются не так не 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 антид в боев так по типу у нас тут еще где эти кстати эликсиры которые я наварил а я-то чреватосят собольда испытание ну да проверка на траву ну такое конечно где этого гиганта или она мне не одно выдающиеся прыжки а вот до колосса чтобы увеличить увеличиться в размере оружие носит дополнительный урон вы получаете преимущество при проверке испытания сил неплохо надо в коем бою попробовать будет потому что выглядит интересно давайте поосторожнее это сделаем так ну давайте аккуратненько там старин минус 5 тогда надо попробовать с помощью музыки отвести подальше так близко она вообще все слышит к сожалению ну или если мы будем драться наверное с доктором этим может они нас тоже нападут мы их убьем и сможем все легально обшманать ну не знаю как тут это работает так не поводите по саде и это вообще не интересно хирургические пилы скин набора сын симплодов выход во двор еще тут нету зелья сна много зелья сна шприц шприц дает сестра шприц желтая зеленая субстанция в шприце засохшая в колбе до самой иглы намекает что этот медицинский инструмент никогда не применялся для лечения а это как кинжал вручает хирургу покрытый коркой засохшей вручает хирургу покрытый коркой засохшей крови ржавый шприц позволяет ему створить заклинание больно не будет уколоть противника шприцом и отравить его хера себе меморандум всему медперсоналу рейтвинского дома исцеления от главного хирурга малуса торма до моего сведения дошло что наши так называемые сиделки тратят драгоценные обезболивающие средства на стариков и смертельно раненых медсестра лидвин заявила будто эта практика облегчает страдания немощных и направляет их в последнее объятие нашей ладычицы никогда еще и не слышал такой чуши анестезия нужна для того чтобы больной у меня под ножом не орал и не мешал а не для облагодель облагодетельствование живых трупов как говорит шар лишь в страданиях слабосильных мы забываем о своих собственных проигнорируйте это послание ляжете ко мне под нож без анестезия потерплю как-нибудь так у нее наверно денег то нет совсем немного есть много есть что еще тебе продать не казалось что так свитки тоже эти забирай что там еще у тебя есть деньги да нормально влазит супер какая прелесть журнал ставок ух ты искушение шар позволяет после каждого короткого отдыха такое рог если подуть в этот рог создаться раскатистый грозный рев я хочу в него подуть нельзя классно но он подозрительно тяжелый ставки медперсонала правило инородное тело должно быть обнаружено в удалено полости менять догадку в течение раунда нельзя минимальная ставка 1 золотой ставки первого раунда общий фонд 1 золотых лидвин куриное яйцо синда бутылка вина хуна морковка венесса подсвечник победитель аня палец орга огра ставки второго раунда 15 золотых живая крыса победитель фу детская кукла жемчужное ожерелье мраморные шарики картофель рог минотавра так ладно третий раунд 17 золотых перо урна для кремации флейта трость для порки зуб тролля никто не угадал ну-ка не разбивается ну ладно надо в морг не забыть сходить какая-то кнопка на второй этаж еще подняться можно малус торм м-м ничего себе какой он там супер скелет а-а-а это поэтому лифт наверх понятно срочно требуются медикаменты протабалдера главному врачевателю бремптонской лечебнице от сестры Анны Лидвин диаконисы рейтвинского дома исцеления срочно достопочтимый господин или госпожа нелегкие времена наступили в рейтвине война уже ли не учтете вы что наш долг исцелять надломленное и утешать страждущих невзирая на то каких богов они чтут и за кем следуют однако же ученик ваш малус торм врачеватель нашего дома ничего по иным заповедям заповедям шар как бы он наверное сказал чего однако же ученик ваш малус торм врачеватель нашего дома живет войным заповедям заповедям шар как бы он наверное сказал я не смею перечить ни ему никому либо другому из рода тормов все же именно его бездействия мы оказались без медикаментов это он оставляет некоторых из больных без вспоможения дабы изучать их гниющие раны и приказывает мне выхаживать одних лишь темных юстициаров молю вас достопочтем мои господин или госпожа окажите нам помощь дабы я и дальше могла исцелять и утешать всех кто в этом нуждается даже орфистов и силунитов с благодарностью примем от вас любую помощь снадобья лекарственные травы бинты да хоть бы и жрецов помогите нам в нашем служении с благодарностью Анна Лидвин ясно коллекция ну да вариант сюда залезть можно что еще здесь интересного о деление видимости мяч мне не нужен вот эта кнопка надо я так разберусь keep your distance darling I'll do challenge no one back home will ever believe this так а я вообще зачем сюда пришел а пробудите арка кулаха да надо найти по-другому вот отредь женщины но брать его не буду ключ от больничной библиотеки в которую я уже и так попал ой не за тебя не за тебя симпл говоришь ну давай да действительно симпл критическая устойчивость к лицу соль через улицу ну ладно свиток наложить проклятие кстати да А, отличный выбор. Нет времени отдыхать. Не забывайте шаги. сказать, что я так точно не буду тратить время на чтение техник, которые я уже видел. Броня какая-то. Поток. Что-то здесь больше ничего полезного не вижу. Ну, я покажу. Ммм, работает одно-то. Некая броня просто и все. Некая броня. Ну, давайте, вставайте. Ну. Особое приглашение. Все. Может, я нужна больше пакетов. В коллекцию. Опять повторяются книги. Наверное, все-таки я все дневники заскладирую, потому что дневники точно повторяться не будут, а вот все, что там такое про мир, лор, там, рецепты, вот это все вот запросто может повториться. Угу. Ну, ладно. Да, епта, это что происходит? Мне просто интересно, втянут меня сразу в диалог, если я сюда приду? Или это будет не сразу? Просто пытаюсь понять, готов ли я тут еще. Что-то поделать. Цена гордости. Вроде что-то такое я читал. Ну, сестра Джулия. Хирургическая пила. Ну, ну да, нежь я не могу оживлять. Забываю об этом. Темный лош луны вроде тоже читал. При этом темную ночь луны не читала вот клятва. Оказывается, да, я читал. В этом свитке, свитке, ага, излагаются успокаивающие и убедительные аргументы, побуждающие тех, кто впал в уныне отказаться от поклонения сихонин. Лунная дева, как называют богиню, будет нашептывать только ложь. Она не решит никаких проблем, будет лишь чувство привязанности, холодное, как лунные моря. Моря пустой бледной пыли, и даже это чувство постепенно сойдет на нет. Интересно. Блокнот Орфиста. Блокнот Орфиста. Измазанный сажей свиток с перечнем умерших. А если точнее, павших в битве. Написан в 1986-м. То есть где-то полторы тысячи лет назад. И скреплен подписью Малуса Торма. Так. Истицар обезглавлен. Умер от кровопотери. Ожоги. Разрублен пополам. Задушен. Дальше. Следующие сотни имен. В конце идет перечень снятых с трупов предметов. Кинжал, фибул, всевозможные украшения. Еще один шприц, но этот мы уже продадим. Ага. А, ну это мы прочитали. Мартиролог. Каких-то книг я две взял. Ага, разделить. Ну, вроде как всё. А, нет, вижу, вижу, вижу. Где-то ещё две было. Пам-пам-пам-пам. Или показалось. Нет, не показалось. Хопа. Механическая пиявка. Интересно их, конечно, оружие. Сестра Клара. О, трепан. Сестра трепан. Сука. Трепан ужаса. Пробуриться в мозг противника и напугать его. Пиздец какой. Всё продадим. Опять две книги. Настелить. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Смотрите за реакцией пациента, когда я касаюсь все нужного нерва. Услышьте, как он покоен. Услышьте мелодию милосердия. Прошу, сестра, продемонстрируйте нам всю глубину твоего милосердия Остановись, твоя рука бьется там, где надо гладить Мы еле слышим вздохи умиротворения пациента Возможно, это наши неожиданные гости заставили твою руку дрогнуть Подойди, не стесняйся, ты не медсестра, но это не важно, я рад всем ученикам Ничего себе Чем этот несчастный заслужил такие пытки? Вот, сестры, полюбуйтесь на воплощение неведения Что принимает ласку за пытки А теперь сообщите этому блаженному неведению, что есть истинный предмет наших изысканий Отсутствие Отсутствие Ни одно другое слово не передаст устремление сердца шара столь точно Это плоть по лезвию скальпля, что ведет от боли к умиротворению О боги, что это за живой кошмар? Видишь, что есть свет в глазах, как незаключенная опухоль, заставляющая тебя видеть терзание бытия? Если свет – симптом, то тьма – исцеление Ибо в свете есть присутствие, но во тьме – отсутствие В свете присутствие, во тьме – отсутствие Вы на верном пути, но белая сфера все еще уродует тебя Позволь нам завершить твое излечение Единственная причина страдания здесь – это вы, это мой долг с вами покончить Так, ладно Так, вспомнить все, что известно об учении шар Рассмотреть сестер и их инструменты Но вот это и вот это мне интересно С расследования начнем О, повезло Скальпли сестер тупы и перепачканы кровью Только опытнейший хирург сможет сделать точный разрез таким инструментом Вспомнить все, что известно об учениях Шар Ну, попробуем Не вспомнилось Шадоу Хард могла бы и подсказывать Вспоминаешь шарифскую доктрину Ступай и сей семена раздора Но воздержись от принуждения Ибо только жаждущие объятия владычицы смогут познать их Тебе хорошо знакомы ее наставления Но все же сестры должны практиковать свои таланты Ибо искусство отсутствия мертво без практики Как же нам поступить? Вспомнилось Я прочел твой трактат Начинай последний урок Или умри от моей руки А, точно, да Можно же, чтобы они его сами там распилили Да-да-да-да-да Можно так Ну, запугивание убеждения По сути Одно и то же Отчего бы им не практиковаться Друг на друге В принципе, тоже Такой вариант достаточно Интересный Ну, давайте Через убеждение попробуем Семнадцать Ух, многовато Ну, выбора нет Повезло Да Да, я должен покориться И пасть в объятия нашей темной владычицы Теперь я понимаю Я должен учить их своим примером И погасить свет, что слепит всех нас Приходите, сестры Успокойте меня Уроки сделаны Охренеть Великое исцеление Окончательное Навсегда Безчеловечные испытания Охренеть А если попросить, чтобы они друг на друге Потренировались Что из этого получится Так А, ну Что-то я немножко не в том месте загрузился Ну, ладно Как начать Так А чего бы им не попрактиковаться друг на друге Ну, тут еще больше проверка Бля Ну, ща И верно Разве не каждый из нас нуждается в исцелении Скальпель не делает различий Пусть каждый из вас встанет на его умиротворяющий путь Отсутствие, сестры, примите его Самый счастливый миг для наставника Видеть, как его уроки приняты всем сердцем Они завершили свое обучение благодаря тебе И за это тебе полагается награда Обещанное исцеление Подойди и очутись в объятиях нашей темной владычицы Как фингер-дембрэйс Да я лучше бы сам, если ты расскажешь мне как Опять сложная проверка Классика О, готово Твое усердие заслуживает всяческого одобрения Хорошо, стань же своим собственным скальпелем Наблюдай, и ты станешь моим преемником В услужении шар Чудо выживает Очень хорошо Здравствуйте Ого Погула Отискивайтесь Ого Ого Что 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 С Уйти Охренеть, вообще, конечно Что значит на операции? Существо не может двигаться, будучи пристегнут к операционному столу А как мне его отстегнуть? От больничной койки Наверное, я сейчас ключ просто подниму И с помощью ключа смогу спокойно его отсоединить Дар Сильный, паралитический яд Дар Карабасана Так, пила на продажу Отправить в лагерь Споры и ускорения О, потрепанная лютня Лютня с тщательно вырезанным на корпусе инициалами АК О, пробудить Арта Кулаха Омлет хирургического покорения Один раз до следующего долгого отдыха, когда владельцы носят критический удар По гуманоиду он может парализовать цель, охренеть Дар'я инициалом на корпусе инициалом на корпусе инициалом на корпусе, который вырезанного О, как мне дело? Хорошо, что теперь? вытягивание жизни до долгого отдыха надо уже что-то делать с мечными перегрузами в доме исцеления мы нашли лютню с инициалами арта может если сыграть на ней это приведет его в чувство но мы это в следующей серии только сделаем не в этой, а так неплохо карта кулаха, отмечу себе что еще, что еще что-то наверх ходишь, встаньте сюда и все никакие верха там лезть не надо да стой, да бля, да стой а что происходит глаз в бутылке законсервированный ильтидский паразит да ладно типа для самых внимательных что ли ой бля, он все равно наверх лезет ну понятно, на то он и законсервированный а вот где здесь кстати спуск в подвал я так и не понял ну какие-нибудь уникальные книги быстро сбагнить типа вот дневника ну вот кстати да, раз я попал на строчку с дневниками дневник хальсина дневник орфиста беженца высшего посвященного яруса дневник жрицы забытого охотника дневник старейшины ух сколько дневников то ну неплохо, неплохо ой еще журналы можно потом скидать ну ладно, пока хватит дневники убрал давайте попытаемся освободить его не понял что значит недостаточно места невозможно вскрыть а вот утомкнуть оковы и че и куда ты, куда ты помчался без глаз, без всего да стой ты, друг испарился, ну ладно так, это морг ну неужели я в морг мог попасть отсюда нет же где вот спуск этот вот вниз находится здесь его нету нигде доктора сегодня нет загляните в другой раз как скажешь, подруга ну что ж, на этом тогда я предлагаю на сегодня закончить продолжим уже в следующей серии так ну думаю да, мы в морг пойдем пока пробуждение этого челика оставим на попозже так, нет не сюда, не сюда, не сюда, не сюда не сюда, не сюда нам вот сюда просто чтобы не забыть мы сразу там встанем чтобы туда двигать отрезана голова просто лежит я с него золото не подобрал ничего себе как я вообще мог давайте свой нос туда сунем прям каплю да, действительно они соединены кто бы мог подумать то есть вот прям настолько просто все интересно, интересно ну в любом случае предлагаем следующую серию оставить так, что-то слишком длинная она получилась так что всем огромное спасибо за просмотр до скорой встречи и пока-пока